Специальная комиссия Министерства обороны Украины выявила хищение горючего в 46-м объединенном центре обеспечения Южного региона Одессы. Потери для государства оцениваются в более чем 6 миллионов 400 тысяч гривен. Кто фигурирует в этом деле и что Минобороны уже предприняло в отношении недобросовестных чиновников? Далее в сюжете. На прошлой неделе 46-й объединенный центр обеспечения Южного региона Одессы прошел проверку спецкомиссии Минобороны. В итоге выявили три серьезных нарушения. Первое – нехватка топлива. Второе нарушение – избыток топлива в центре хранения с целью дальнейшей перепродажи третьим лицам. Это более 34 тонны одного из видов дизельного поляного, более 2,6 тонны авиационного поляного и почти 1 тонну бензина. Попередняя оценка общей суммы избытков в государстве – более 1,1 миллион гривен. Пять фигурантов дела Минобороны уже наказало. До начальника 46-го объединенного центра забеспечения полковника короля Евгения Сергеевича я принял решение позбавления его вискового звания полковник. Причем он позбавляется всех званий офицерского склада. Право на выходную допомогу, право на пенсийное забеспечение. Та же участь постигла и начальника склада горюче-смазочных материалов. Подполковника Центрального управления горюче-смазочными материалами обеспечения тыла вооруженных сил, который не выявил хищений накануне главной проверки, уволили. Остальным вынесли более мягкие дисциплинарные наказания. Дальше злоумышленниками должны заняться правоохранители. Я документы всем передал військовому прокурору, генералу Матюсу, особисто, с проханием порушить карную справу. И третья проблема 46-го объединенного центра обеспечения южного региона Одессы – некачественные консервы. Они были приняты с порушенными условиями маркования. И в дальнейшем, в час отбора их до лаборатории, лаборатория была установлена, что они неякосными и заборонены до вживания. В Министерстве обороны Украины намерены продолжить проверки баз и воинских частей.